Прошу всех встать. Суд идёт. Здравствуйте. Прошу садиться. Прошу садиться. Спасибо. Стороны. Устанавливается личность участников процесса. Истец. Представьтесь, пожалуйста. Ашурбеков Амир Алиевич. Число месяц года рождения. 22 октября 1982 года. Место жительства. Я проживаю в городе Махачкале, пятый поселок. Место работы. Я индивидуальный предприниматель, занимаюсь бизнесом. Спасибо. Присаживайтесь. Ответчик, представьтесь, пожалуйста. Исакова Патина Садов-Диновна. Число месяц года рождения. 27 июля 1987 года рождения. Место жительства. Город Махачкала, улица Каркмасова, 90А, квартира 51. Место работы. Работаю главным бухгалтером в фильме «Лотос». Спасибо. Присаживайтесь. Свидетели, покиньте зал судебного заседания. Данное дело рассматривается единолично судьей Акаразуевой Жаряд Георгиевной, при секретаре судебного заседания Рамазановой Эльвире Гусейновне, а также при участии представителя органов опеки и попечительства Ноябулатова Геябулата Рамазановича. Стороны. Вы имеете право заявлять отводы в соответствии со статьями с 16 по 21 Гражданского процессуального кодекса судье и секретарю судебного заседания. Вы доверяете составу суда? Да. Доверяю. Стороны. Вам разъясняются ваши права. В соответствии со статьей 35 Гражданского процессуального кодекса вы имеете право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства и участвовать в их исследовании, заявлять вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам, специалистам, также давать объяснения суду как в устной, так и в письменной форме, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать относительно доводов других лиц, участвующих в деле, обжаловать судебные постановления, ну а также пользоваться другими процессуальными правами, которые предусмотрены законодательством. Также истец. В соответствии со статьей 39 ГПК вы имеете право изменить предмет или основание иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований, а также отказаться от иска. Вы же ответчик. Имеете право признать иск, как в полностью, так и части, так и подать встречный иск. Стороны. И вы имеете право заключить мировое соглашение. Желаете ли вы заключить мировое соглашение? Нет. С ней? Нет, конечно. Абсолютно нет. Вы обязаны добросовестно пользоваться своими правами и нести обязанности. Вам понятно ваши права и обязанности? Да. Понятно. Да. Имеются ли у сторон ходатайства? Ходатайства нет. Не имеются. В таком случае суд переходит к рассмотрению дела по существу. 12 февраля 2018 года в Советский районный суд города Махачкалы поступило исковое заявление от Сушубекова Амира Алиевича к Исаковой Патине Содрудиновне о расторжении брака и определении места жительства ребенка. В обосновании своих требований истец указал, что 8 марта 2006 года стороны вступили в брак, зарегистрировав его в управлении ЗАГСа города Махачкалы. Истец просит расторгнуть брак, так как совместно супруги уже давно не проживают, обоюдно согласны, что дальнейшее сохранение семьи невозможно. Истец также просит определить место жительства дочери Ашурбековой Перваны Амировны, 10 декабря 2007 года рождения, вместе с ним, так как он очень любит свою дочь и может ее обеспечить. Истец, поддерживаете исковое заявление? Да, поддерживаю. Ответчик, а вы признаете требования истца? Только в части. Я не хочу, чтобы мой ребенок жил с этим. С кем с этим? С тобой. В таком случае суд переходит с заслушивания объяснений сторон. Истец, доложите, пожалуйста, вашу просьбу суду. Уважаемый суд, хотелось бы начать с самого начала, чтобы вы были в курсе того, как развивались сами события. Ну, заключили мы брак в 2006 году, то есть женился на этой. Ошибка моя, так сказать. И сейчас я говорю. И что? Что и что? Моя учитель сейчас говорит. Все вот. Стороны, соблюдайте порядок в зале судебного заседания. Ну, и вот. У нас, ну, как нормальная семья были в начале. То есть, как обычная, ну, как в Дагестане бывает, но обычная семья среднестатистическая, там, ну, заработок был. Я не знаю, единственное, в чем мы всегда нуждаемся, это, наверное, в материальной части, да? Ну, это, наверное, еще усугубилась эта ситуация, исходя из того, что ребенок родился вот первано. И за кого я здесь, именно и кого я хочу забрать, именно свое дитя. Это единственное, что, единственное, что в браке нормальное было. Это именно вот этот ребенок, которого я хочу забрать. Потому что он мой ребенок. Вот. Она постоянно жаловалась. Постоянно жаловалась из-за того, что нету денег, там, постоянные конфликты, начиная с 9-го, 10-го года. И все, мне надоело это. Что мне делать? Ну, я, ну, как бывает, ну, решил уехать на заработки. Ну, каждый, наверное, в Дагестане, ну, сколько случаев, уезжает на заработки. То есть, я рискнул, получается, этим и поехал на заработки. Я работал в Москве, там, на стройке сначала работал, дальше как-то развивался. До 15-го года я там пробыл. Ну, вроде бы, было все нормально. Там я еще в 15-м году, я не знаю, знает она или нет, еще встретил девушку. Ну, мы с ней как-то ужились, получается. Но я к тому времени уже ясно и четко понимал, то, что вот с ней я вот жить не смогу. Вот точно вот. Потому что я ей сколько бы не звонил, сколько бы с ней не разговаривал, сколько бы не приезжал. Постоянные конфликты. Абсолютное непонимание, абсолютное непонимание меня. От тебя исходили? В смысле, от меня исходили? Как от меня могут исходить, если я где-то, бедный, голодая, не знаю? Истец по существу, пожалуйста. Ну, да. Ну, и, получается, в 16-м году, получается, до 15-го я там пробыл, до конца 15-го, но 16-й год наступил, я приехал. Приехал, ну, как обычно, я всегда под Новый год приезжал, либо в начале лета так проводил 10-15 дней дома и обратно уезжал, ну, как было, да. И я решил так же приехать и потом, ну, уехали. Приехал я домой. Ну, все нормально. Я не знаю, на почве чего, как всегда, возникает с ней конфликт. Она абсолютно не понимает меня. Еще раз повторюсь, и тысячу раз, не устану повторять вот это вот. Она меня не поняла. И в конечном итоге что у нас получилось? Получилось то, что я ушел. Я не знаю, я оставил, получается. И с 16-го года мы практически вообще, типа, я не знаю, не общались. И мои требования основаны на том, что пусть забирает. Пусть забирает эту квартиру, вот, чего угодно. Оставь себе вот эти вот деньги. Я не знаю, сколько ты заберешь, сколько тебе нужно, я не знаю. У тебя они есть, что ли? Есть у меня они, по крайней мере, в отличие от тебя. У меня тоже достаточно. Молчи. Дело не в этом. Дело в том, что пусть забирает. Пусть забирает эту. Ну, машина мне нужна, машину, конечно, я за собой хочу стоять. Мне главное нужна дочь. Главное, чтобы она росла со мной, вот вдали от нее. Потому что сколько преподавателей жаловались, я как не приезжаю, преподаватель жаловался, что она не успевает. В смысле? Один ответчик. Как нет? Ну, есть, ну, мне же жаловались. Мне же жаловались. Ты тут был, да, чтобы тебе жаловались. Он вообще человек слушает меня, да? Продолжать. Ну, и вот, исходя из этого, какой вывод я могу сделать? Да, я был там в Москве. Да. Хорошо. Был там в Москве. Но, когда я приезжал, я смотрел то, что происходит с дочерью. Ну, как нормальная дочь вроде бы, но почему оценки хромают? Почему? Ей чего не хватает? Я деньги отправляю. Ты разве не можешь за ребенком проследить, да? Чтобы она нормально, вот грамотно училась, не можешь, да ты? Ты внимательно посмотри на ее оценки, потом будешь сказки расхватывать. Хорошо, хорошо, хорошо. Вот, единственное, что я хочу, это забрать дочь. Вот из ее рук, чтобы она не жила с ней вообще. Если хочешь, пусть встречается, я не знаю. Главное, чтобы она с ней не жила. Главное, чтобы я ее забрал, я о ней буду заботиться, я буду ее оберегать. Она вырастет под моим крылом, и она достанет достойным членам общества. Именно под моим крылом, а не под твоим. Как и ты? Истец, как давно у вас прекратились фактически брачные отношения с ответчиком? Ну, наверное, ну, 16-й год, где-то в январе 15-й, я не знаю точно, где-то в этих числах. Ну, в 16-м году, в начале 16-го года. Кто инициировал раздельное проживание? Инициировал, как сказать. Ну, она начала конфликт. Получается, она инициатор. Она инициатор. Я так считаю. Ну, я признаю то, что я ушел. Я ушел. В этом нет вопроса. То есть, я не хотел продолжать вот это вот, чтобы, я не знаю, чтобы вот с дочерью не было вот постоянно... Чтобы дочь не видела эти конфликты, да. Ну, я решил, ладно, думаю. А с кем остался ребенок, когда в уши? С ней остался, потому что, ну, там, ребенку, получается, недалеко, первоню, до школы. И поэтому ей было удобнее там. И поэтому пока оставил у нее, но я хотел в дальнейшем уже, ну, как бы, забрать ребенка. Вы участвовали в ее воспитании? Конечно, конечно, участвовал. В смысле нет? Когда ты участвовал, скажи мне. Как не участвовал? То есть, я не отправлял материал. Ладно, материальное назад мы отбросим. То есть, я не приезжал. То есть, я не приходил в школу, да? Я не приходил, да, в школу. Один-два раза, если у него воспитание. То есть, я не звонил. То есть, я... Вам будет предоставлено срок? Да, участвовал, конечно, участвовал. Когда я находился там, но я не мог рядом быть с дочерью. Ну, не главное, я думаю, не главное, конечно, было тогда быть рядом, потому что я заботился о том, чтобы, ну, семья была в самом достатке. Ну, получается, я по телефону звонил. Да, конечно, участвовал. Если бы, если бы я не участвовал бы в ее воспитании, она бы не знала имя своего отца. Запомни. Да что ты говоришь? А почему он ни разу домой не пришел? К тебе как приходить домой? Ко мне не надо девочек приходить. К тебе как приходить домой? Пришел я в 16-м году, и что получилось? То и получилось. И что получилось, что через два года вот здесь вот, вот здесь вот стоим, и вот сейчас вот я хочу с тобой... Ну, из-за тебя и стоишь ты тут там. Хорошо. Истец, вы говорите то, что посещали школу. Как часто вы ее посещали? Ну, как я приезжал, получается, ну, я мог прийти, ну, довольно, я не знаю, как ответить, но часто, довольно часто приходил, когда... Ну, у меня была возможность, как я приезжал, я здесь был, то есть я часто приходил. Особенно, когда мы с ней начали отдельно жить, тогда я начал чаще приходить там, потому что я не мог по-другому ее увидеть, приходилось там, я не знаю, после школы встречать. Вы также упомянули о том, что вы встретили девушку. Расскажите, пожалуйста. Ну, я ее встретил еще в Москве, получается, и тогда я понял то, что вот, как у человека бывает, то есть нехватка понимания, то есть мне хотелось, чтобы меня понимали. Ну, этот человек меня понимает, то есть я так думаю, ну, то есть для меня она моя жена, для меня она моя жена, вот кто этот человек. То есть этот человек, меня понимающий, для меня она и есть истинная жена, вот... Ну, подождите, а вы еще не развелись с ответчиком, чтобы у вас было... Я не знаю, как там, по закону, я не знаю, но главное, вот мы пошли в медресе, вот, по законам шариата мы этот брак заключили, вот для меня этот брак является вот настоящим браком, вот. А это просто, я не знаю, какая-то формальность. Конечно. По приезду из Москвы вы навещали дочь? Да, ну, я не мог этого не сделать, ну, иначе бы меня здесь, наверное, и не было. Ну, я приходил домой, там, я не знаю, что я мог сделать, что в моих силах было, да, я делал. И сегодня в моих силах забрать дочь, вот это самое главное сейчас для меня. Вот я довольно часто посещал, вот, я не знаю, как ответить на вопрос. Хорошо, спасибо. Ответчик, у вас имеются вопросы к истцу? Нет. Не имеются. Представитель органов опеки, пожалуйста. Да, уважаемый суд, скажите, пожалуйста, вы на сегодняшний день чем занимаетесь? Я занимаюсь бизнесом, продаю стройматериалы, то есть у меня есть, ну, своя точка, где я осуществляю предпринимательскую деятельность. И каков ваш доход, сколько вы зарабатываете? Ну, знаете, ближе, наверное, к лету, вот как получилось, да, ну, там, бывает, там, 50-60, ну, чистыми, да, а так обычно 35-40, если в среднем говорить, то 35-40. Но это хватает, в Дагестане этого не хватит. Вы дома часто отсутствуете? В каком? У меня же два, ну, как сказать, здесь в Махачкале? Ну, где вы сейчас живете, да. А, ну, нет, я сейчас дома, да, сейчас дома, сейчас не нахожусь ни в отъезде, ничего, я здесь часто. У меня нет вопросов. Спасибо, можете присесть. Ответчик, можете пояснить относительно предъявленных требований истца? Да, конечно. Уважаемый суд, я тоже начну все сначала. Да, признаю, у нас был хороший, ну, хорошая семья у нас была. И родилась впервана. Я не скажу, чтобы мы нуждались в чем-то, ни в материальном плане. Это тебе всю жизнь не потало, это тебе всю жизнь не потало ничего. Говори, говори. Буду говорить. Ему приспичило поехать в Москву. Ну, я согласилась, что я могу поделать. Ну, ему же всю жизнь ничего не хватает. И поехал он туда. Ничего, я сама воспитывала свою дочь, никаких проблем. И моя работа тоже недалеко от ее школы находится. Чуть что, я всегда рядом. Он говорит, что он участвовал в воспитании. Один раз в день звонит с ней, разговаривает. Это что, воспитание? Два-три раза в год ты с ней видишься, это разве воспитание? Причем мне каждую секунду звонит, что ли? Это разве воспитание, по-твоему, да? Что ты ей дал? Что ты ей объяснил по жизни? Скажи дам ей. Все, что я дал, она этим сейчас надо отдать. То, что есть в ней, это все от меня. Не от тебя. Откуда? Она два раза тебя видела в год. Откуда у нее все все твое? Обращайтесь к суду. Я не понимаю этого человека. И во всем он винить меня. Я... Ты нашел себе девушку. Ты из-за этого сейчас разводишься. А из-за чего? Из-за чего я нашел? Не из-за меня. Из-за чего я нашел? Я всегда тебя старалась понимать. Скажи мне, из-за чего я нашел? Где ты старалась меня понимать? Если бы ты хотел со мной жить, ты бы остался тут. У тебя были возможности, тут еще уже. Понял? Продолжайте. Вот я не хочу, чтобы мой ребенок с этим нервным человеком жил. Он ничего не сможет ей дать. На своем малом бизнесе что ты можешь ей дать? Сегодня есть, завтра нету. Малый бизнес, у него стоит средний бизнес. Тебе какая разница, чем я. Сегодня есть, а на завтра нету. Если ты можешь обликовать твоей дочери, я не могу. Понял? Я обеспечу. Чем? До сих пор ты этого нормально не мог сделать. Чем я обеспечу, да? Истец, вам было предоставлено слово. Проявляйте уважение. Заботься своей девушке. С ней рожай детей. Мою дочь не трогай, пожалуйста. Нет? Вроде бы все. Нет, я продолжу. Хоть раз он бы пришел бы домой. Ты пришел бы домой не со мной увидеться, а со своей дочерью. Ради бога я бы ушла из дома, пока ты пришел туда. Хоть раз пришел бы домой. Нет же. То есть после школы я ее видеть не могу, да? Обязательно мне домой. Два часа, да? Два часа, да? И чтобы все свое место, там, вот главный отдых, чтобы дома было, да? То есть я ее не видел, да, в других. Ну хоть раз пришел бы домой, увидел бы, как девочка живет. В каких условиях она растет. Ну тебе же до этого не было дела. Скажи правду. Я правду и говорю. Ты только о себе и думаешь. Ты сейчас здесь ничего, что я не знаю. Ты только о себе и думаешь. Грязь ешь, как постоянно делаешь. Вот так вот и делаешь. Я не смогу с этим человеком даже жить. Я его старалась понимать, сейчас нет. Извините. Отвечу. Как часто, естественно, вещал дочь? Я, как я уже сказала, домой ни разу не проходил. Но Пермана мне рассказывала, что он приходит к ней в школу. И все. Он также говорил то, что дочь жаловалась на вас. Было ли такое? Абсолютно исключено, уважаемый суд. Потому что у меня с дочерью очень хорошее отношение. Она мне доверяет. Я бы не сказала, что она может такое сказать ему. Все наврал, да, чтобы в свою пользу было. Участвовал ли он как-нибудь в материальном обеспечении ребенка? Ну да, отправлял. Он же своей девочке отправлял. Я ничего не трогала из его денег. А, конечно, ты не трогала. Они мне не нужны. Конечно, ты не трогала. Да, конечно. После встречи с отцом в каком настроении приходила девочка? Ну, как я обычно, она, как обычно, возвращаясь домой. Никакого такого воодушевленного настроения у нее я тоже не наблюдала. Как обычно приходила. Хорошо. Истин, у вас имеются вопросы к ответчику? Вопросов нет. К ней какие могут быть вопросы? По-любому соолжут. Твою ложь я услышала. Представитель органов опеки. Да, уважаемый суд. Скажите, пожалуйста, Патина Сатрудина. Вы не собираетесь устроить свою жизнь, как это сделал Амир Алиевич? Нет, я пока не собираюсь. У меня дочь растет. Все внимание ей. Еще один вопрос. Вы где работаете в настоящее время? Я работаю в фирме «Лотес» с главным бухгалтером. Как долго вы работаете? Я, получается, поступила туда до замужества и вот до сих пор продолжаю работать. То есть достаточно долго? Да, да. У меня все. Спасибо. Присаживайтесь. Суд, заслушав объяснение сторон, переходит к установлению порядка исследования доказательств. Стороны у вас имеются какие-нибудь предложения по порядку исследования доказательств? Предложений нет. В таком случае суд определил. Сначала допросить свидетелей, потом перейдем к исследованию письменных доказательств, а далее уже к судебным премиям. Суд переходит к допросу свидетелей. Секретарь, пригласите, пожалуйста, первого свидетеля. В зал судебного заседания приглашается свидетель Ферзалиева Эльмира. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я Ферзалиева Эльмира Судолаховна. Число, месяц, год рождения. Родилась 27 июля 1991 года. Место жительства? Город Махачкала, пятый поселок. Место работы? На данный момент не работаю. К кому из лиц участвующих в деле вы имеете отношение? Ну вот Амир мой муж, а Батину я знаю так только заочно, как его бывшую жену. Бывших тут пока нет. Скоро будет. Ты тоже будешь скоро так же. Свидетель, вам разъясняются ваши права и обязанности. Вы имеете право на возмещение расходов, связанных с вызовом в суд, и на получение денежной компенсации в связи с потерей времени. Вы обязаны давать правдивые показания, а также вы предупреждаетесь об уголовной ответственности в соответствии с статьями 307 и 308 Уголовного кодекса за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний. Вам понятна ваша права и обязанность? Да, понятно. О том, что суд вас предупредил, пожалуйста, распишитесь в расписке свидетелей у секретаря судебного заседания. Расскажите суду все, что вам известно по делу. Я знаю, что взаимоотношения между Патиной и Амиром они давно фактически разрушились, а сейчас они уже хотят официально свой развод оформить. И дело также затем остается, что у них есть совместная дочь. И Амир, как любящий отец, конечно, хочет ее забрать. Любящий? Да, любящий. Сколько раз вы виделись с ребенком? Ну, с Перваночкой мы виделись и не раз. Мы с ней и гуляли вместе после школы. И к нам в гости она также приходила. Какие у вас отношения с Перваной? Отношения у нас с Перваной теплые. При каждой встрече ребенок радовался при виде меня. И, как мне кажется, она мне доверяет, потому что... Это потому что я ее так воспитала, понимаешь? Не только ты ее одного воспитывала. Ты понимаешь, постарайся понять просто. Ну, конечно, а ты же просто... Ой, ты-то молчи, да вообще. Ты меня затыкать будешь? Буду. Стороны. Девочка относится ко мне с уважением и с любовью. И также она мне доверяет. Она рассказывала о своих проблемах в школе, то, что у нее были проблемы со сверстниками. И я как бы посоветовала ей, как решить эту проблему. И когда я спросила, что ответила мама на это, и знает ли вообще мама об этой проблеме, она сказала, что мама не знает об этом. И когда она хотела с ней поделиться... Ты ее подговорил, да? Ты это сделал. Да, я подговариваю. Никогда в жизни мой ребенок такого не скажет. Слушай, я всех подговорил. Всех, всех, всех. Понял? Ты своего ребенка не знаешь, я знаю его прекрасно. Ну да, конечно. Конечно. Ты лучше всех знаешь. Да, и всех я подговорил. Лучше не отрицать. Когда я спросила, что мама сказала, она сказала, что мама не слушала даже об этой проблеме, сказала, что устала после работы и хотела отдыхать. И я вот не понимаю, как человек, который даже не может выслушать проблемы своего родного ребенка, родная мать, как она может дать ей ту любовь и заботу, которую дает ей Амир. А ты дашь, да, своему дежурному ребенку, да? Я тоже готова ее принять, да. И ты своих рожай, если сможешь, потом будешь рассказывать. Мы родители переживаем. Не переходите на личности. Ну вот я считаю, что ей в нашей семье будет лучше. Здесь ее понимают, поддерживают, любят и обращают внимание на ее проблемы. Не дай бог, на свою мать моей девочки. У вас все? У меня все. Истец, иметь ли у вас вопросы к свидетелю? Нет, вопросы нет. Ответчик? Нет. Представитель органов опеки? У меня один вопрос. Скажите, пожалуйста, вы не планируете своих детей? В дальнейшем, конечно, мы планируем. Пока нет, но в дальнейшем мы планируем. И уже сейчас мы готовы приступить к воспитанию перванок. У меня больше нет вопросов. У меня больше нет вопросов. Присаживайтесь. Да. Пригласите, пожалуйста, следующего свидетеля. В зал судебного заседания приглашается свидетель Османов Шамиль. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я Османов Шамиль Гаджимурадович. Число месяц года рождения? 24 февраля 1980 года рождения. Место жительства? Я проживаю на улице Научная, дом 39. Место работы? Я работаю учителем русского языка и литературы в школе номер 34. Свидетель, вам разъясняются ваши права и обязанности. Вы имеете право на возмещение расходов, связанных с вызовом в суд, и на получение денежной компенсации в связи с потерей времени. Вы обязаны давать правдивые показания. И также вы предупреждаетесь об уголовной ответственности в соответствии с статьями 307 и 308 Уголовного кодекса за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний. Вам понятны ваши права и обязанности? Да, уважаемый суд, понятно. О том, что суд предупредил вас и разъяснил их, пожалуйста, распишитесь в подписке свидетелей у секретаря судебного заседания. Вам известно, по какому вопросу вас пригласили? Да, я знаю, что здесь решается дело о месте жительства ребенка. В вашем классе учится первано? Да, я являюсь учительным русского языка и литературы и классным руководителем в классе, в котором учится девочка. Какие у нее отношения с одноклассниками? Сама по себе первано очень активная девочка. Она очень много общалась со своими сверстниками, одноклассниками. И успеваемость у нее была очень хорошая. Но в какой-то момент я заметил, что девочка словно замкнулась. Резко упала успеваемость. Она очень сильно ограничивала контакты со своими одноклассниками. В один день я решил оставить ее после уроков для небольшого разговора. В ходе этого разговора она рассказала мне, что ее родители очень часто ссорятся. Именно поэтому она в таком плохом настроении. А бывали ли у нее конфликты с одноклассниками? Нет. В последнее время она с ними практически не общалась. И, естественно, никаких конфликтов нет. Кто из родителей участвует в жизни школы? Какого-либо одного из них я не могу выделить, поскольку и мама уделяет время, и папа находит свое время, несмотря на то, что он очень занятый человек. Как часто отец приходил в школу? Отец проходил несколько раз, но чаще всего я его видел во дворе школы. Когда он забирал первоносу со школы, и они направлялись, не знаю уже куда. Он интересовался ее успеваемостью? Да, интересовался ее успеваемостью. Спрашивал в журнал. И мать тоже, да, участвовала? Да, мать часто приходит на родительские собрания, интересуется успеваемостью и отношением со своими одноклассниками девочки. Истин, у вас имеются вопросы к свидетелю? Нет, вопросы не имеются. Ответчик? Нет. Представитель органов опеки? Нет, не имеется. Спасибо, присаживайтесь. Пригласите, пожалуйста, следующего свидетеля. В зал судебного заседания приглашается свидетель Гасалихмаева Зарема. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я Гасалихмаева Зарема Магомед Халидовна. Число месяц года рождения? 23 января 1965 год рождения. Место жительства? Всего Гунибр. Место работы? Я работаю в Гунибрской сельской школе, учителем. Кому из лиц, участвующих в деле, вы имеете отношение? Патина, моя дочь. Свидетель, вам разъясняются ваши права и обязанности. Вы имеете право на возмещение расходов, связанных с вызовом в суд, и на получение денежной компенсации в связи с потерей времени. Вы обязаны давать правдивые показания, и также вы предупреждаетесь об уголовной ответственности по статье 307 и 308 Уголовного кодекса за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний. Вам понятны ваши права и обязанности? Понятно. О том, что суд вам их разъяснил, пожалуйста, распишитесь в подписке свидетелей. Расскажите, пожалуйста, суду все, что вам известно по делу. Как я уже говорила, Патина моя дочь. Я всячески пыталась убедить Патину сохранить семью, потому что я понимала, как будет тяжело моей дочери воспитывать дочь одной и поднимать ее на ноги. Но когда Патина... Одной? Конечно. Одной. Одной. Дай мне договорить о мир, пожалуйста. Но когда Патина убедила меня в том, что они перестали друг друга понимать и что дальнейшая жизнь между ними невозможна, я решила поддержать Патину. Со дня свадьбы Патина они жили вполне хорошо. Патина никогда не жаловалась на то, что им не хватает денег. Я, как уже сказала, работаю учительом в селе. Я чем могла, помогала, но Патина никогда не жаловалась на материальное положение и не зная, с чего Амир решил уехать в Москву и зарабатывать побольше денег. Но вот последние два года, как Амир уже полностью перестал жить с Патиной, и мне пришлось переехать с села сюда, чтобы помогать ей с воспитанием Перваны. Потому что Первана у нас посещает различные кружки, а Патина у нас с работы не всегда успевает, поэтому я ей всячески помогаю ухаживать за Перваной. Я часто бываю у Патины, но живу отдельно, но часто бываю у них в доме. Я никогда не видела, что за последние два года Амир появлялся у них дома. Они, конечно, говорят, что он проходит в школу, проносит подарки, но зачем ребенку нужны подарки, если нет рядом внимания и заботы отца? Зачем ей эти подарки? Откуда знаете, вы можете знать, вы двое здесь сидите, говорите, я не знаю, то, что не хватает. Амир, можно мы скажем? Два часа, то, что ты с ней проводишь, это нормально, правда? Я приходил, чтобы просто подарок отдать. Я приходил, чтобы ее увидеть. Я говорю то, что я видела. То, что увидели, не надо здесь рассказывать. А что мне рассказывать, ради помой? В стороны. Да как мне на дом приходить, чтобы с ней, что ли, обратно начать? Да ради бога, я что, готова тебя видеть, что ли? Ушла бы, пока ты пришел. Зачем мне твой дом? Тебя видеть мне тоже не надо. Зачем мне твой дом? Я не пойму. Это твой дом вообще-то был. Это не мой дом был. Ты не хочешь видеть, как живет твоя дочь, какие у нее отношения с матерью? Ты думаешь, поперва она сможет жить без матери? Как ты собираешься воспитывать дочь без матери? Это девочка, это девочка. Ей нужно особое внимание. Как ты? Как ты это участие разве называешь, то, что ты делаешь? Я тебе говорю, участвуй. Я не собираюсь так делать. Участвую, город. Она со мной будет. Все, не хочу я с вами здесь разговаривать. Все здесь. Суп. А чем пришел тогда? Это девочка. Ей нужно особое внимание. Ты не можешь дать ей всего того, что может дать. А эта женщина может заменить ей мать? Конечно, сможет. Почему нет? Почему-то пока ты не уехал в Москву и не заработал много денег, ты не нашел женщину, которая тебя понимает. Сам бы ты понимаешь нормально. Скажи да мне. А теперь, видите ли, когда появились деньги, он нашел женщину, которая его понимает. Почему-то она не спрашивает. То есть вы говорите, что истец не посещал дочь, так? Нет. Домой к нам он не приходил. Но он покупает продукты, одежду, что-нибудь для своей дочери? Дочери, да, он присылает ей подарки, одежду. Иногда. После встреч с отцом в каком настроении приходила девочка? Я, честно говоря, от нее никогда не слышала такого восторженного от нее настроения, что я видела папу и так далее. Такого не было. Она знает папу просто как обычного мужчину. Истец, желаете ли о чем-нибудь спросить свидетеля? Нет. Чего я спрашиваю? Ответчик. Представитель органов опеки. Да, уважаемый суд, скажите, пожалуйста, Зарема Магомед Халидовна, вы сказали то, что вам пришлось переехать к Патине, чтобы ей помогать. Что это означает? Вы с ней постоянно живете или приезжаете, уезжаете? Нет, у меня здесь отдельный дом, но я часто приезжаю к Патине. Получается, вы оставили свою работу и к ней переехали? Да. А вы с внучкой занимаетесь? Да, я занимаюсь с внучкой. Уроки делаем вместе, гуляем. Если нужно куда-то водить, то хожу с ней я. Спасибо. А у меня больше нет вопроса. Спасибо, присаживайтесь. Для заслушивания мнения ребенка по рассматриваемому делу секретарь, пригласите, пожалуйста, девочку. В зал судебного заседания приглашается Ашурбекова Первана Амировна. Здравствуйте. Здравствуйте. Как тебя зовут? Я Ашурбекова Первана Амировна. Сколько тебе лет? Мне 11 лет. А где ты живешь? В городе Махачкала, улица Каркмасова, 90А, квартира 51. Первана, здесь решается вопрос об определении твоего места жительства, с мамой или с папой. Какие у тебя отношения с родителями? У нас хорошие отношения. Я люблю и папу, и маму. Как мама к тебе относится? Мама относится хорошо. А как часто ты видишь папу? Папа всегда приходит ко мне в школу, мы увидимся, гуляем вместе. Но вот неделю он мне не звонил, я думаю, что он был очень занят работой. А так он звонит тебе, да? Кто с тобой делает уроки? Мама делает, бабушка делает вместе. Знаешь ли ты Элли Миру? Тетю Эллу знаю. А какие у тебя с ней отношения? Тетя Элла, она хорошая. Я не скажу, что она плохая, но она хорошая. Первана, с кем ты хочешь жить? Я хочу жить и с мамой, и с папой. Я хочу жить вместе. Это моя мечта. К сожалению, так не получится, Перван. Они разводятся. Ты уже большая девочка, должна все понимать. И надо решить вопрос, с кем ты хочешь остаться. Ты подумала? И с кем ты будешь? Ну, если я маму выберу, я смогу с папой увидеть? Конечно, ты сможешь видеть папу. Ну, я выбираю маму. Хорошо. Спасибо, Перван, садись. Есть ли еще свидетели? Нет, уважаемый суд. Свидетелей больше нет. В таком случае суд переходит к исследованию письменных доказательств. В материалах дела имеются Исковое заявление Шурбекова Амира Оливьевича Косаковой Патинеса Друдиновне О расторжении брака и определении места жительства ребенка. Также квитанция об уплате государственной пошлины. Свидетельство о заключении брака от 8 марта 2006 года за номером 885, из которого усматривается, что ответчиком сохранена добрачная фамилия. Также свидетельство о рождении ребенка Ашурбековой Перваны Амировны 10 декабря 2007 года. Справка о заработной плате Исковой Патинеса Друдиновны и акт обследования условий жизни ребенка и акт обследования условий жизни Ашурбекова Амира Оливьевича и Исковой Патинеса Друдиновны. Есть ли замечания или вопросы по поводу оглашенных письменных доказательств? Нет. Желаете ли вы их чем-нибудь дополнить? Нет, не желаю. Нет. Исследование материалов дела объявлено законченным. Суд переходит к заслушиванию заключения органов опеки и попечительства. Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, комиссия в составе Гайбулатова Гайбулата Рамазановича и Абдуллы Саидовича Кадырова, проверив жилищно-бытовые условия гражданки Исковой Патинеса Друдиновны, работающие, работающие в обществе ограниченной ответственности в Лотос, в должности бухгалтера, проживающие по адресу улица Каркмасова, 90А, квартира номер 51, на жилой площади 98 квадратных метров, установила. Имеется жилая площадь, на которой проживает Исакова Патинеса Друдиновна. Состоит из трех комнат, общая площадь 98 квадратных метров, размер каждой комнаты 27 квадратных метров, 32 и 18. Данная квартира, она находится на втором этаже, в девятиэтажном доме. У девочки имеется отдельная комната. Качество данного дома. Дом панельный, в нормальном состоянии, комнаты сухие, светлые, количество окон 7, имеется отопление и кондиционер. Благоустройство дома и данной жилой площади. Имеется водопровод, канализация, отопление, батареи. Имеется газ, ванная комната, лифт, телефон и доступ в интернет, Wi-Fi. Внешний вид девочки. Девочка чистая, ухоженная, имеет необходимую одежду и обувь для дома, для посещения образовательного учреждения, для прогулок. Все вещи в хорошем состоянии, соответствуют возрасту девочки. Также имеется верхняя одежда, подсезонную и временную губ. Дом, в котором проживают несовершеннолетние, а в хорошем состоянии. Подезд чистый, отремонтированный. В квартире чисто, уютно, отсутствуют неприятные запахи. Комиссия в том же составе проверила жилищно-батареи условия у гражданина Ашурбекова Амира Алиевича по адресу. Город Махачкала, 5-й посолок, дом 50. Данный дом принадлежит Ашурбекову Амиру Алиевичу на праве собственности. Жилая площадь, на котором проживает Ашурбеков Амир, состоит из трех комнат. Имеется кухня и ванная комната. Общий размер 80 квадратных метров. Каждая комната 35 квадратных метров, 25 квадратных метров и 20 квадратных метров. Качество дома. Дом одноэтажный, стены каменные, в дом нормальном состоянии, в пригодном для проживания. Комнаты сухие, светлые, количество окон 9. Имеется отопление и кондиционер. Благоустройство дома и данной жилплошади. Имеется водопровод, канализация, отопление, газ, телефон, Wi-Fi. Для ребенка отсутствует отдельная спальная комната, но имеется отдельное спальное место. А также письменный стол и общий шкаф для одежды. Отсутствует набор принадлежностей, необходимых для обучения и воспитания. Подводя итоги, уважаемый суд, исходя из указанного, будет целесообразно определить местом жительства ребенка место жительства матери. У меня все. Спасибо. Передайте, пожалуйста, через пристав. Объявляю рассмотрение дела по существу оконченным. Суд переходит к судебным прениям. Первым словом предоставляется истцу. Я не знаю даже, что и сказать. Наверное, если ты так решила, Перван, и если так подговоренные друзья тоже решили, то мне сложно это признать, потому что я никак бы не хотел, чтобы ее воспитывала она. Но раз таковы обстоятельства, я все-таки надеюсь, что она возьмет все в руки. То есть я, конечно же, буду участвовать в воспитании в жизни дочери. И ты знаешь, Перван, я люблю тебя. И поэтому ты знаешь, что для тебя я хочу самого лучшего. И поэтому я прошу суд, раз у меня не получилось, не получилось ее забрать. Я хочу, чтобы у меня была такая возможность, чтобы я видел ее почаще, чтобы вот это вот мне не мешало. Это, наверное, единственное, чего я сейчас могу требовать от самого суда, от справедливости, я не знаю. Если это возможно, как можно чаще, как можно чаще. И напоследок хочется сказать. Мне не хочется говорить тебе это за коридорами, я не знаю. Я хочу сказать тебе здесь. Если что-то произойдет, если что-то будет не так, и то, знай, я обязательно ее заберу у тебя. Обязательно. И Первана, ты можешь знать. То есть когда бы ты не захотела, ты можешь прийти ко мне домой. Все. Можешь мне сказать, можешь мне позвонить в любое время. Вот, уважаемый суд, это, наверное, все. Истец, когда вам будет удобно видеться с дочерью? Ну, я не знаю, как вы решите. Ну, как можно чаще. Я не знаю, как там по закону. Слушай, я не знаю, как это по закону. Я не знаю, как это. Сколько дней там, как можно чаще. Целую неделю. Можно через неделю. Одну неделю у меня, одну неделю у тебя. Можно так? Мы решим. Спасибо, присаживайтесь. Слово предоставляется ответчику. Уважаемый суд, я никогда Амиру не мешала видеться с дочерью. Он всегда звонил, разговаривал. Я не знаю, с чего он взял, что я буду мешать этому. Я просто хочу сказать, что воспитанием своей дочери я всегда занималась ответственно. И буду продолжать так же. Ты не сможешь я ничего дать нормального. Ни твоя женщина, ни материнской ласки, ни любви. Ничего ты не сможешь. До сих пор я отцовское ты не дал. О чем еще говорить? Я просто убедительно прошу. Как ты можешь об этом говорить? Как ты можешь говорить об этом? Вот ими вот здесь. Я как есть говорю, как ты. Вас не тут не рассказываю, людям. Я с тобой не хочу сейчас спорить. У тебя будет ребенок? Будет. Будет. Он со мной был всегда. Решение еще не вынесено. Я просто убедительно прошу вас оставить моего ребенка со мной. И все. Спасибо. Присаживайтесь. Объявляю судебные премии оконченными. Суд удаляется в совещательную комнату для принятия решения. Прошу всех встать. Прошу всех встать. Суд идет. Объявляется резолютивная часть судебного решения. Именем Российской Федерации судья Советского районного суда Республики Дагестан Акаразуева Жаряд Георгиевна при секретаре Рамазановой Эльвире Гусейновне с участием представителя отдела опеки и попечительства Ленинского района Республики Дагестан Гайбулатова Гайбулата Рамазановича рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Ашурбекова Амира Алиевича к Исаковой Патите Содрудиновне о расторжении брака и определении места жительства ребенка руководствуясь статьями Гражданского кодекса и Гражданского процессуального кодекса суд решил исковые требования Ашурбекова Амира Алиевича к Исаковой Патите Содрудиновне о расторжении брака и определении места жительства ребенка удовлетворить частично 1. Расторгнуть брак между Ашурбековым Амиром Алиевичем и Исаковой Патиной Содрудиновной, зарегистрированной в органах ЗАГСа города Махачкалы, актовой записью номер 885 2. Определить местом жительства ребенка Ашурбековой Перваны Амировны 10-12-2007 года рождения местом жительства ее матери Исаковой Патиной Содрудиновной 3. Установить следующий график общения Исца с ребенком Каждые субботы и воскресенья с 10 часов утра субботы до 20 часов вечера воскресенья без присутствия матери ребенка и вне места жительства ребенка, а также 5 дней новогодних праздников ежегодно с 10 утра 2 января до 8 вечера 6 января Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Дагестан через Советский районный суд в течение месяца со дня принятия решения об окончательной форме Можете сесть Стороны, есть ли у вас непонятные вопросы по поводу содержания решения? Нет Нет Знаете, Стороны, вам разъясняется, что решение было принято с учетом мнения ребенка, ее привязанности к матери и доступности места учебы И, Стец, вам разъясняется, что вы и имеете право, а также обязаны принимать участие в воспитании девочки, а вы, ответчик, не вправе препятствовать этому Вам понятно? Да, понятно Да Судебное заседание объявляется оконченным Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok